Благодаря инициативе Белорусского фонда мира и при поддержке Министерства образования Республики Беларусь стало возможным существование проекта «Сеть школ мира» в Республике Беларусь. В Брестской области 45 учреждений образования носят почетный статус «Школа мира», 27 из которых сегодня приняли участие во втором слете в рамках существующего проекта. Слет проходит под названием «Счастье жить в мирной стране». Ребята ожидают интересная программа, которая будет проходить в ближайшие два дня, то есть сегодня и завтра. Открытие слета второго состоится буквально через несколько минут здесь, на героической, скажем так, земле Брестской крепости, потому что память – это главное. С нее мы всегда начинаем. То, что оставлено нам в наследство от предыдущих поколений, сегодня должны продолжать люди чуть помоложе, конечно, их. И вот наше будущее, наши дети, юные миротворцы, которых сегодня 45 школ у нас в области. Здесь присутствуют представители 27 школ мира. Это те, кто участвовал вот в данном республиканском конкурсе. Как правило, вот такие слеты дают новый толчок. Мы никого не агитируем сегодня, допустим, бороться за присвоение статуса «Школы мира». Ребята сами инициируют вот это вступление. И это, я считаю, здорово. Значит, мы на верном пути. Участники областного слета в сопровождении оркестра колонной проследовали на площадь церемониалов, чтобы возложить цветы к вечному огню и дать старт двухдневному мероприятию. Самым большим стремлением и желанием человечества всегда остается желание жить под мирным небом, развиваться и строить будущее. Торжественное открытие второго слета «Школы мира» состоялось в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Именно это историческое место вне времени остается ярким примером героизма и стремлением к мирной жизни на родной земле. То поколение великого советского народа, победителей, защитники «Брестской крепости» в имени 41-го года пожертвовали своими жизнями и прошли через чрезвычайные испытания для того, чтобы сегодня мы с вами жили в мире. И практически на 80 лет завоевали нам мир. Сегодня мы живем в процветающей мирной Беларуси. И это заслуга наших предков. Проект помогает воспитывать детей на принципах мира, дружбы, взаимопонимания и согласия. Это во многом дает опору для правильного формирования семейных, духовных, нравственных и патриотических ценностей. Среди участников заметно улучшается отношение к старшему поколению, к национальным традициям и идеологии государства. Я уверена, что с каждым годом именно таких учреждений, которые будут иметь этот статус, будет увеличиваться. Во-первых, сами дети хотят участвовать в этом проекте. В общем-то, в каждом учреждении у нас идут и гражданско-патриотические акции, и забота о ветеранах труда Великой Отечественной войны. Но уже те учреждения, которые имеют статус мира, то есть это самые активные, самые ребята, которые участвуют во всех мероприятиях. И именно их позиция, гражданская позиция, позиция патриота, вот дает им такое право претендовать на то, чтобы их учреждение носило статус школы мира. Юные миротворцы охотно принимают участие во всех мероприятиях в рамках проекта, ловко справляясь с главными задачами. Сохранение исторической памяти, забота о ветеранах войны и труда, ремонт и реконструкция мемориалов, памятников и обелисков, мест захоронений погибших воинов, помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и многодетным семьям, повышение роли семьи, а также охрана здоровья. Такие мероприятия очень важны для нас, потому что они объединяют всех детей, всех единомышленников в этой сфере. Сейчас мы едем на слет, в котором два дня проведем вместе с нашими друзьями из других городов. Такие мероприятия влияют на формирование нашей личности, потому что мы участвуем в миротворческих акциях и проектах, что помогает развивать или воспитывать в себе лучшие качества. Подрастающее поколение сегодня достойно внимания и уважения. Те, кто пришел на смену опытным и мудрым, обладают главным – большим сердцем, умеющим сопереживать, заботиться о ближнем и созидать. И это тот самый случай, когда учиться и перенимать лучшее необходимо всем нам. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.